Уважаемый Александр Григорьевич, дорогие друзья, я очень рад тому, что мы собрались сегодня в Кремле по случаю торжественному и очень приятному. Сегодня, как вы знаете, вам будет вручена высшая государственная награда Российской Федерации, орден апостола Андрея Первозванного. Он был учреждён когда-то Петром Первым за особые заслуги, я об этом скажу, в данном случае за особые заслуги в укреплении двухсторонних связей между Россией и Беларусью. Вы очень много сделали для этого, но мы ещё об этом поговорим. Сейчас есть возможность поговорить о развитии наших двухсторонних отношений, о строительстве союзного государства. Хочу отметить, мы часто с вами встречаемся, но всё-таки динамика значительная. Хочу отметить, что торговые и экономические связи развиваются у нас самым наилучшим образом, хорошими темпами. По нашей статистике объём товарооборота 46,5 миллиардов долларов, это 4, по-моему, и 2 десятых триллиона рублей. По белорусской статистике это чуть больше. Что касается инвестиций, то 4,5 миллиарда долларов тоже мы занимаем первое место по объёму прямых инвестиций в белорусскую экономику. Мы продолжаем развивать наше взаимодействие в области промышленной кооперации, работаем вместе в области сельского хозяйства. Теперь вот в последние год-полтора занимаемся активной микроэлектроникой, и сейчас открываются возможности, мы всё же с вами об этом говорили неоднократно, в сфере авиационного строительства, в авиапромышленности. Ещё с советских времён Белоруссию называли сборочным цехом Советского Союза. И благодаря вашим усилиям эти преимущества определённые в области экономики промышленные производства за Белоруссию сохранились, поэтому у нас есть возможность совместно, дополняя друг друга, двигаться по всем этим и по некоторым другим направлениям. Мы очень рады вас видеть. Вчера мы имели возможность с коллегами поговорить по развитию на постсоветском пространстве, в более широком масштабе, в рамках СНГ. А сегодня поговорим о наших двусторонних отношениях. Ещё раз очень рад вас видеть. Спасибо за то, что приехали к нам в связи. Владимир Владимирович, я в очередной раз благодарю вас за приглашение. Вчера мы и позавчера имели возможность обсудить глобального характера вопросы, горячие точки на нашей планете. Что меня порадовало, вас я уверен тоже, что у нас не было никаких расхождений по международной повестке. Мы внутренне обсуждали, и откровенный был разговор без всяких там обиняков. Вы много говорили об азербайджанско-армянском урегулировании. Всё это было нормально, к моему удивлению, воспринято. Это говорит о том, что до этого уже была большая работа проведена. Вчера мы глобальные вопросы и регионального характера обсуждали. Также было единодушие во многом. Я вчера сказал, что СНГ, СНГ, но что там у нас осталось? Оказывается, 9 мощнейших и богатейших государств. Поэтому это мощное региональное объединение, эффективное, если мы приложим значительные усилия. Что касается наших отношений, самый главный вывод, как я полагаю, думаю, вы согласитесь, Запад поставил перед собой планы удушить нас, прежде всего в экономике, в финансах. Не получилось. Они уже сами это признают, поэтому нам нет необходимости даже констатировать этот факт. Вы правильно заметили, мы сделали ставку за постерспорт Советского Союза на сохранение того, что было, и развитие. Оно пригодилось. Сегодня мы вместе работаем по очень многим направлениям, производим товары. Они в основном находят спрос в Российской Федерации. Россия нуждается в тех товарах, которые мы производим от сельского хозяйства до микроэлектроники. Вы правильно об этом сказали. Мы с вами два года назад, еще до конфликта, до этого договорились об усилении кооперации по многим вопросам, на перспективу то, что мы сегодня делаем. Но, вы правильно сказали, мир бешеными темпами меняется. Появляются новые угрозы, новые возможности для нас. Ну, естественно, появляются вопросы, которые надо решать. И сколько бы мы с вами не встречались, как журналисты говорят, вот там личная встреча, чего там всегда, половину наших разговоров – это внутренние дела, благосостояние белорусов-россиян и вопросы безопасности. Я полагаю, что у нас совсем немного вопросов, два-три вопроса, которые мы сегодня обсудим с вами. Да и надо поставить точки над «и» в этих вопросах и двигаться дальше в наших отношениях.